кто из вас помнит что мы на как таком путешествие об именах что интересно в именах в каждом вашем имени что-то интересное ну да вот романа за это означает что римские хотя родился в украине какая разница правда но зато он это самое означает что на граждане рима слава богу так и моего сына так замуж он родился время еще и другие имена которые имеют в сущности себе суть где мы вложили свои чания свои надежды как как родители да вот наших детях и тому подобное когда мы изучаем имена господни там тоже есть глубина в котором мы хотели бы разобраться один молодой человек спросил меня рыба ну а вот ну ну как зачем нам знать почему нам нужно называть там эл-шаддай или йом да или же там и говоров и голова иры и голова миссии мы ждем уж какая разница ну бог есть бог я говорю искал очень простые вещи что это фактически для нас произносить имена господни это не заклинание чего-то да чтобы это было а посознать как господь открывается и желает нам помочь чтобы мы уперлись на это на один из примеров да если вам дадут палочку до трость тоненькую и скажут это тонкая трость можно на нее сильно опереться нет но но ею можно что-то ощупать да перед собою и вы понимаете суть это в трости не опираться а щупать на тросе палка есть палка да если вам скажут а теперь вам даю палку для того чтобы ну опираться до такую которая и ты сможешь учить больше опираться дадут костыль это еще больше да это вас да сама суть ты дай до данной вещи которая есть ты применяешь те потом понимание на что она способна вы понимаете дачу мы говорю и когда мы изучаем имена божии мы начинаем понимать тосту способность бога в нашей жизни вот для меня это очень важно потому что мне я хотел бы передать для нас именно что значит бог мы вначале говорили что бог притворение еще не было ничего его посадка бы он начале писания до барашид 11 начале элохим и мы понимаем что это элохим тот творящий бог всю вселенную все что мы видим и и невидимо открывается да и аврааму как элохим как и и в могах можно сказать и адаму как элохим но при этом уже он участвует других отношениях где он хочет иметь отношение что он господь о господин взаимоотношения дальше мы изучали о том что он господь который непроизносимым именем овэй овэй да это имя и мы называем егова как переведи так и но и есть и потом мы говорили о том что и при всем этом авра извините маша вы зная и получив имя бога уже бога и как я мне сказать кто тебя послал он говорит исущий посланки да он приходит и говорит это адонай то есть я подчиняюсь моему царю для меня и фараон не царь я не его раб у меня один бог и я ему служу он мой господин и я ему раб потому что он настолько меня любит что все будет делать чтобы я хорошо работал чтобы я все исполнил и это сущность бога потом мы говорили что бог из гигава неси мое знамя или еще можно перед как как мое исцеление и в прошлый раз говорили как о боге как эль гибор герой моего времени в то время в которое я живу сейчас мне нужен мой герой за которого я схвачусь за которые будут двигать двигаться которая буду уповать то кто покажет мне путь кто разорвет эти может быть невозможные ситуации и проделать прорыв моей жизни чтобы я шел за ним и пока мы придем вообще с понятию одних вещей которые я еще буду говорить о других именах и конечно же как бы говорят вишенка на тортике да да такое есть еще одно имя имя превыше всех имен имя превыше всех имен его имя спасение спасение нет другого имени как ему можно было спастись и это очень важная тема несмотря на эти имена раскрывающиеся красота мозаики божьего естества как характер его это то что можем уповать для нас он становится орнаментом которым хочется больше и лучше усматривать свое положение это красота красота господа она влечет меня и если вы будете читать песни песней да там раскрывается это отношение между бога человеком красота некий такой свадебный балдахин свадебное состояние где господь соединился своим народом и вот красота божья открывается в этих именах и как я говорю пока я приду к этой к этому имени которая превыше всех имена хочу поговорить еще о многих именах которые бог открывался человеку особенно то имя которым он открылся аврааму потом последствия цаху и и якову три поколения в котором бог открывается как бог всемогущий и слова всемогущие но очень интересно мы привыкли его говорить что он все может да нет ничего ему ничего невозможного и бог всемогущий он все сможет да и это очень важное понятие хотя мы посмотрим что бог изначально аврааму открывать как и вообще как я лохим как бог просто и и выводит его из ура халдейская мы может быть не замечаем что бог хотя бы написано бог и сказал аврааму выйди из ура халдейского но мы не 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 вникаем в тех глубины имени бога потому что то что будет поисходит дальше очень интересно бытие 12 4 говорится о том что бог сказал аврааму в 75 лет ему 75 лет поднимите руку кому здесь 75 лет ну камера не видит а я вижу да ну мало еще надо ждать пока бог вам откроет еще что-то да отписать 75 лет бог говорит к аврааму что выйди из ура халдейского и иди в землю который я покажу я эту землю дам тебе в наследие то есть нормально и знаете почти 25 лет нужно было 24 года нужно было где-то ходить что-то делать это были откровения по откровения о о наследие откровение знаете вот о земле бог как бы обращался бы говорил да вот так но не за эти 24 года бог не открывается ему именем которые он потом оставил как бог авраама бог и цакай бог якова я знаю что вы так быть ну сложно понять и чем мы говорим что на русском языке написано просто бог обратился да и вот первый раз вот мы говорим 12 главе бог обращается к аврааму выйди из ура халдейского да а потом бытие 17 глава 1 стих авраам был 99 лет мама 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 же думаю наверное уже старческий склероз пошел человека может уже дать как старости немножко поехала крыша да господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи передо мной и будь непорочный а что до этого я делал я же вышел все ходил все смотрел где земля да моя и вот я хочу чтобы услышали это слово которое мы видим как бог всемогущий мы его часто называют и очень любим петь это имя эл-шадай 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 производная к слову всемогущий но еврейских кругах она затрудительно вообще к переводу к событиям мы просто привыкли вот сказали так что она вот переводе к всемогущий бог его взяли как христианских кругах таки так и в еврейских кругах мы его приняли это все но я хочу сказать что на ученые разбирали это и еврейские ученые что это значит все знают это бог что значит шадай шадай значит на заре формирования нашего народа бог открывается свое имя Аврааму, как Бог всемогущий в 99 лет. Так как в это время, я почему-то вот именно сейчас у него происходит 99 лет. И он до этого не открывал свое имя, а в этот момент он говорит я Бог всемогущий. Почему? Эл-шедай. Я знаю, я не буду задавать вопрос, потому что никто не ответит, не услышал ответ. Я сразу говорю ответ. Очень просто. Потому что в этом стихе, вот в этой главе описывается состояние Авраама. Он просто тихо так смеется. Почему? Он посмотрел на себя, на свои тонкие ноги, наверное большой живот, седые или вообще без волос, я не знаю какой он был, и думает с этого что-то может еще получиться. В 99 лет человеку говорят у тебя будет сын. Он говорит, у меня уже есть один? Нет. А тебя и Сары. Мертвое все. И Бог говорит, я Бог всемогущий. Когда все мертво, сухо, нету даже и намека на воскресение из мертвых, совсем все плохо, Бог говорит, я Эл-Шадай. Вот хочу, чтобы вы услышали. Для нас это так важно, это имя, потому что мы приходим, часть нашей жизни полностью разбиты, расстроены, все плохо, и мы говорим, что-то получится, что-то. Уже 25 лет, уже думаю, а как это уже, все хуже и хуже. В бизнесе, в семье, в каких-то ситуациях. И знаете дальше, что перечисляется? Я просто буду некоторые стихи читать. А вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, Авраамом, но буду называть тебя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Десятый стих. «Се есть завет, который вы должны соблюдать между мною, между вами, между потомками твоими, после тебя в роды их, да будет у вас обрезан весь мужской пол». Это все в этой истории. И сказал Бог Авраам, 15 стих, «Саару, жену твою, не называй Саарою, но да будет имя ей Саара». Будет имя Саара. В тот же самый день, 26 стих, весь тот самый день обрезаны были Авраам и Змаил, сын его. Вы скажете, а какая разница? Я хочу, чтобы вы услышали, эта встреча с Эль-Шедаем изменила всю семью. Всю семью изменила эта встреча с Эль-Шедаем. Когда Бог явил свое имя, тогда изменилось и отношение к жизни. До этого он был как Бог, который творящий, творец, ведущий его, пробуждающий его утром. А тут он является как «Я могу все». И чтобы ты понял, что я могу все, посмотри на свою природу. Она не способна умножаться, а я сделаю это возможным. есть ли что невозможное к Богу? Помните, я ее зачитывал в прошлый раз и задавал вопрос, есть ли что невозможное к Богу в вашей жизни? Конечно, если вы хотите, у нас была такая одна сестра или женщина заходила, когда мы только начинали служение, она когда-то подошла ко мне, еле лет уже за 70 было, она подошла ко мне и говорит, «Рэбе, я думаю, что я беременна». Я говорю, «Да». Я говорю, «А кто муж?» У меня мужа нет. Я говорю, «Хорошо, идите обратитесь к доктору». Понимаете, ситуация, здесь у Сары и у Авраама, они были друг другу нужны, чтобы Бог что-то мог еще сделать с ними. Мне нужно два человека, чтобы родились дети. Я понимаю эти все вещи, но смотрите, на что она намекала, может, на какую-то еще Марию из Кацапетовки, я не знаю. Но все равно, когда Бог являет себя, вся жизнь Авраама изменилась. Изменилось его имя. Бог прилипает к его имени свое имя. И Библия говорит, вы уже не свои. Вы куплены драгоценной кровью, вы не свои. Аврааму показывает здесь то же самое. Ты будешь не Авраам, а Авраам, потому что я, то есть мое имя будет прилиплено к тебе, ты будешь со мной, я буду рядом с тобой, я буду твоим Богом. Дальше идет обещание, завет, который изменить нельзя. Он говорит, заветом, два раз пишемся, этот завет будет вечный. Два раз пишемся, твоих детях и моих детях, этот завет называется обрезание. Легким почерком ножа все постало на свои места. Вот услышите что-то особенное. С того времени отношение всего наследия Авраама и Сары изменилось относительно этого имени. В шестой главе открывается нам исхода, открывается как бы та встреча с Моше и Богом. Но там заметьте, Бог говорит к Моисею такие слова, третий стих, являлся я Аврааму и Цаху и Якову с именем Бог всемогущий Эл-Шадай, а с именем Господь, то есть Говей-Говей, то есть непроизносимым именем я не открывался. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, в которой они странствовали. Другими словами Эл-Шадай, он говорит, я открываю как всемогущий, то, что невозможно тебе, и ты в своей земле ты получишь, то, что невозможно ты одержишь в этом возможность. Это имя важной составляющей еврейской практики. в молитве и в быту. Имя Эл-Шадай это практическое применение всего еврейского народа в своей жизни. Один из примеров. Наталья Яковлевна, помните тфилин вашего дедушки? Да. Если вы просто не взял с собой его, так спешил, что не брался. Если вы замечали, вы знаете, что такое тфилин, может нет. это молитвенная коробочка, где написано там местописание из Танаха и так далее. Его одевают здесь. Наверху, там есть такая буква Шин. Там была буква Шин. Ты его одеваешь, она как корона в первую очередь, а это имя первая буква Бога. Дальше на затылке должен был сделать такой узел в виде буквы Далет. Потом на руку, то есть здесь вот узелок, просто есть сделанные эти не веревки, ремешки из кожи. Потом второй одевается на руку, затягивается, но этот узел уже в виде буквы Йод или как по-украински У. Нужно так сделано быть. И потом во время того, как начинается оборот, он начинает молиться, произносится молитва до вот этого пальца, до конца покрывается весь палец. Вы скажете, и зачем? Во время этого евреи начинают молиться, говорит, в моей плоти я слаб, но только в Боге я могу быть укрепленный. И он произносит имя Эл-Шадай и говорит о том, что Бог моим покрывало, моя сила, мое укрепление, потому что в плоти своей, как человек, я слабый, мне нужен Бог, который закроет меня и будет меня держать. Эл-Шадай. Мы иногда думаем, что это имя совсем как бы такое, можно петь Эл-Шадай, Эл-Шадай. Это имя, которое понимает следующее. Вы замечали, что на еврейских домах, когда вы приходите в еврейский дом, на косяках у них есть мезуза. И ты приходишь, сначала прикоснулся к своим губам, потом прикоснулся к мезузе. Не наоборот. Не делайте прикоснуться туда и потом к себе. Это получается, что Бог тебя целует. Лучше почтить Бога. Почтите Сына, чтобы он не прогневался. Внутри там есть тоже части из Торы, которые записаны. Но вы заметили, что там тоже есть буква Шин. Буква Шин. Это практическое имя. Зачем? Я благословлю тебя при твоем входе и твоем выходе. Я буду охраной твоего дома, твоей жизни. Я буду хранить твой дом, потому что я всемогущий Бог. Я буду покрывалом твоим, когда твой дом даже слабый. Эл Шедай. Всемогущий всегда на страже твоего дома, нашей жизни. Каждый раз, когда ты выходишь в свой дом, я всегда с тобою. Эл Шедай. Это Божье покрывало. Возможно, это выглядит весьма странно, но я уверяю, это практично. Для евреев. Потому что второе законие 6, 9 говорит, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И эта буква Шин всегда напоминает, что Эл Шедай моя защита. Могу сказать, что Эл Шедай в большинстве случаев для евреев означает, что нам нужна сила для существования. Я слабый. Другими словами, я настолько немощный, что мне нужен Бог Эл Шедай для того, чтобы жить в этом мире, который полон зла и ненависти. Я не смогу выжить без Бога, который силен меня поднять. Мне не хватает силы, поэтому мне нужен Бог. Эл Шедай это сила утешения, защита, это безопасность любовь матери. Это безопасность. И Исаия 66 говорит, 12 стих, ибо так говорит Господь, вот я направлю к нему мир, как реку, богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего на реках, на реках будут, на руках, извините, на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешаю я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Бог говорит, как мать утешает свое дитя, я так же буду вас утешать. Здесь как раз используется Бог, как утешитель. Фактически Эл-Шадай для Авраама и для нас это сверхъестественная жизнь. Сверхъестественность, силы, где, как человеческое, у тебя нету. Авраам пришел, говорит, у меня сил даже нету рядышком с старой, старой, спать. А Бог говорит, я Эл-Шадай. Я могу все. Не понял? Ты только спи спокойно. Я могу все делать. Я все сделаю на твоей жизни. В это время, когда мы смотрим на окружающую нас реальность, мы понимаем, что только с Богом все возможно. Когда мы смотрим на ситуацию, смеемся и думаем со слезами, кто этому уже может вообще помочь? Кто эта ситуация вообще может изменить? А Бог говорит, я Эл-Шадай, я сила воскресения, я из мертвого сделаю сад, живительный сад, когда он сухой. невозможное становится возможным. Невозможное становится для Бога всегда доступным. Бог обращается сегодня к нам, как к Аврааму и спрашивает, разве что-то есть невозможное Богу? Могу ли я для тебя стать этим Эл-Шадаем, всемогущим Богом, тем, кто обеспечит возможным невозможным. Что в твоих глазах стало мертвым, можешь допустить, что станет цветущим садом? Что у Бога у меня для тебя есть все, но при этом есть малое условие. И вам, и Аврааму поставлено маленькое условие. Знаете, какое? Я Бог всемогущий. Точка запятой. ходи предо мною и будь непорочен. Мы это забываем. Мы говорим, да, Бог всемогущий, Он все может, а забываем, что у него есть условия. Ходи непорочно. Придо мною, ходи передо мною и будь непорочным. Ходи рядом со мной, как дети вокруг матери, которые постоянно понимают, что только тот, кто как мать может дать безопасность, любовь и озаботу. Поэтому Бог как Мать, которая хранит. Некоторые думают, что это еще одна причина, по которой слово Эл Шедай переводят как кормлящей грудью. Еще переводят как кормлящей грудью. Потому что ассоциация как мать. Даже еще говорит, если мать оставит дитя свое, то я вас не оставлю, не забуду. Но это не означает, что Ишу останет моей мамой. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не останет моей мамой. Он говорит, что это возможно, что я дам как отец, Бог как отец, я дам больше, чем земные отцы. Я буду тебе заботой, как мать твоя, буду оберегать, хранить, ублажать тебя, носить на руках. Это слово вообще кормлящей груди не имеет отношения к женской груди. Эл шадай, вот слово шадай, не имеет вообще отношения к женской груди. Бог не Бог плодородия. Наш Бог не Бог плодородия, как у язычников существует, потому что у язычников есть боги, которые или стуканы, которые пока женской роды, как Бог плодородия. Это вообще не богиня плодородия. Хотя наш Бог, Бог Авраама, царь, Бог не имеет ни мужского, ни женского начала, он все же будет заботиться о народе своем, как мать за дитя. Некое сравнение. Эл-Шадай не может быть языческой богиней. Как многие себя рисуют, хотят сказать, что у Бога феминизм какой-то внутри. Потому что у людей картинки по-другому сражаются в голове. Но Шадай в традиции звучит как Щедай, Щедай, что больше склонно к слову больше, достаточно. Щедай. По-украински нормально, правда? Ну щедай трошки. Но всегда щедай. Оно звучит. И это переводится как больше, чем достаточно. Другими словами, если сказать по-одесски, к хлебу еще немножко масла, а к маслу еще немножко положить колбасы. Вот это значит. Больше, чем достаточно. Но это нельзя так переводить. Потому что Бог заботится о нас. И также есть мнение, что слово происходит от вавилонского слова щеду, что означает горы, скалы. И как скалы неподвижны, тяжелы, их нельзя сдвинуть, так и наш Бог могущественный, сильный, и его не сдвинешь. Потому что Он сказал, Он сделал. Оно происходящее. Хотя еврейское слово щед происходит, это производное слово грудь. А если говорить щедаем, это значит две, ну типа две груди, щедаем. И вот дверь созвучия этих слов некоторым людям дает какое-то право сказать, а теперь наш Бог это кормлящая мать. И еще много грудей. Ну я тебе скажу так, я что-то не сильно представляю такого Бога себе. Понимаете, да? Я лучше такой как по подобию образу своему. Не то, что он мужского рода, а что есть руки, ноги, есть голова, есть мысли, все правильно, и что нет извращения на много грудей. Понимаете, да? Я не понимаю этого. Поэтому если брать по сути, то он больше, достаточно. И перевели это правильно. Эл Шадай это всемогущий Бог. Не все грудящий, и всех кормлящий, заботящий обо всех, а всемогущий. В этом слове все сказано. Накормит, напоит, оденет, прогуляет, выведет, спать положит, еще подотрет, пеленки сделает. Все, что ты хочешь. Только у него условия. Ходи предо мною и будь не порочен. Как вообще? Но знаете, давайте вернемся к той неожиданной встрече Авраама и с Эл Шедаем. Эта встреча изменила все. И вы спросите, а как это касается нас? Как возможно вообще встретиться с Богом? Ну понятно, Моисей взял и шел, и шел, видел, что-то там горит, что-то заинтересовалось. Как это так горит, оно не сгорает? Ну пойду посмотрю. Ну это же не мусорка, нет, эти самые аборигены не пролетали мимо, тоже как бы никого не было, но горит. Вот встреча одна, да? А у Авраама встреча совсем другая. Как образом эта встреча запечатлена? В первую очередь, я хочу сказать, нужно верить, что кто с тобой встретился на пути, который говорит с тобою, внутри тебя есть тот Бог, который соответствует Писанию, Библии. Тому Слову, которое имеет, да? Нужна вера с тем, с кем ты общаешься, что Он всемогущий. Вдруг в этот момент, когда Бог говорит, я Бог всемогущий, и я понимаю, что в этот момент у Авраама появляется вера, потому что он назвал ему имя «Я могу все, то, что я обещал, я его исполню». У него получается вера, и он дальше делает один знак, знак своей веры. Как вы думаете, что это? Он поклонился. Он поклонился. Если ты как, знаете, есть такие как слово такое, не очень культурное, торчок такой в небеса такая. Глаза в небо, понял, что-то происходит, а дальше и не врубился. Авраам он переживает, понимает, и он знает, что это Бог, и он преклоняется, он падает вниз и понимает, что это поклонение его жизнь. Это Бог. Поклонение знак веры, что Бог есть, Он один, и Он над всеми другими богами. Нет других богов, Он один. Нет других богов, идолов, людей, карт, гаданий, амулетов, идолов. Нету. И Авраам понимает это и говорит, ты один, кто может в моем состоянии, в моем теле, в моем мертвом теле сделать то, о чем я всегда мечтаю. Второе посвящение ходит в непорочность. Второе посвящение Богу и отношение с Богом это непорочность. Ходить в непорочности. Вот я вернусь в самом конце поэтому. И обещание служить верной совестью. Это каждый из нас делает, кто посвятил свою жизнь через водное погружение. Многие люди верят, что Бог есть, они верят, что Бог какие-то чудеса сделал, но не делают хождение перед Богом, то есть поклоняться, это служение перед Богом, и хождение перед непорочностью, то есть сделать завет, пойти и посвятить свою жизнь до конца своего существования. для многих из нас этот концепт отношений как бы с Богом очень далек по сути, как и Авраама. Как и вообще Авраам для нас далек. Никто не может представить, кто такой Авраам. Но так мы все похожи, что Авраам, что мы, мы похожи. Мы люди, мы не другие, мы те же чувства, те же переживания, тот же может быть гнев, тот же может быть всплеск эмоций. и зачастую мы так же как и Авраам спорим с Богом. Я вам покажу пример. В этой же главе пример. Ситуация очень интересная. И пал Авраам лицем, 17 стих, это глава 17, пал Авраам на лице своем и рассмеялся и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын и Сара 90-летний неужели родит? Он сказал в себе смеяться. Либо я шизофреник, либо что-то еще происходит. А дальше и сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был бы жив перед лицем твоим. Другими словами, он начинает спорить с ним. Бог говорит, я от тебя хочу, от Сары иметь наследие, я его благословлю. Он говорит, посмотри, хотя бы вот то, что я уже наделал, хоть это исправь. Мы так же само делаем. Мы приходим к Богу, Бог говорит, я это исправлю. Я сделаю в твоей жизни одно, в другую. Исправь, что я уже натворил. Хотя бы это жило бы, это состояние. Но Богу не нужны твои ошибки. Ему не нужно исправить то, что ты не смог сделать самостоятельно. Ему необходимо то, что на твой взгляд невозможно сделать реальным. Иначе он не будет Богом. Эл Шадай. Он будет Эл исправь. Потому что мы часто даем ему измени, что я сделал уже. да, Богу обещает Измаила благословил. Относительно Измаила не будь как бы сомнительным. И это твое наследие твое и оно будет благословлено. Будешь весьма сильно благословлено. Хотя кто-то говорит, хоть бы он не рождался. Это абсолютно не имеет отношения к движению мусульман. Поверьте мне. Абсолютно. Благословение в Аврааме было до этого. И они очень благословенные. даже сегодня пойти туда, это увидите, они благословены. Независимо приняли какую веру. Но понимаете, о чем я говорю? Это не касалось именно что Измаил это мусульмане. Они себе возглашают, что они такие, как и мы, те, кто христиане. Многие говорят, мы тоже евреи по духу. Понимаете? Кого же тогда больше? Ничего. Но Бог не нуждается в наших ошибках. Не хочет их исправлять. Он хочет сделать новое. И что? Говорит, все творю новое. Оставь свою ошибку, не пытайся ее исправить, а начни служить перед Богом и верить, что Он это изменит. Возможно, у тебя такая же ситуация, как у Авраама. Ты долго веруешь, что Бог может изменить твою жизнь. И ты был послушен в своих поступках, делах, в работе. Возможно, где-то помогал своим человеческим опытом Богу направить твою жизнь. Такое бывает. Влюбился и Бог дал мысль, может, не стоит, оставь. Нет, я пойду, мне другого выхода нет, женился. Потом не знаешь, как исправить эту всю ошибку. Потом начинаешь молиться, промаливать, Боже, спаси мою жену, моих детей, справа мою ошибку. Я понимаю, что нужно было сразу не делать. Богу все возможно. Бог обещает относительно от Исаака и Измаила, все будет хорошо. Все будет нормально. Относительно наложницы, все будет нормально. Это я поправлю. Это все изменит. Я будущее дам им. А ты что будешь делать? Будешь ли верить моему обещанию? И есть ли невозможное Богу? Нет, нету ничего невозможного. И тебе нужно открыть себе в своей жизни Эл Шедай, что Он могущественный, всемогущий Бог. И не просто смеяться над своими ошибками, над своей ситуацией, не просто сказать, Боже, никто это уже не исправит. Уже поздно. даже многие люди говорят, уже поздно. Уже поздно что-то исправлять, Боже, не нужно. Потому что, посмотри, вот что-то уже полный абсурд. Сегодня наша должна быть вера не имя, а что Бог сам по себе как Бог Отец хочет твою жизнь сделать насыщенной, богатой, не имею в виду, а вот чувством, что ты удовлетворен его присутствием. Полный ходи передо мною и будь непорочным. Слово непорочный означает полноценный, целостный, совершенный, непорочный, искренный, чистосердечный. Вы понимаете, о чем я говорю? Ходи передо мною чистосердечно. Не просто говорить секунду, секунду, вот возьмите таким, как я есть, вот я такой, воспринимайте меня таким, как я есть, мне только может быть могила исправит. Это не чистосердечное, это игнорирование, гордость, самолюбие. Поверьте мне, это самолюбие. А человек, который чистосердечно, он говорит, я хочу увидеть, где путь истины, я хочу пытаться сделать шву, исправить мой путь, я хочу это сделать, и я предлагаю это чистосердечно, своим чистым сердцем, я это желаю, я хочу. И Бог говорит, что ходи передо мною, то есть не уходи далеко от меня, не уходи далеко, ходи как ребенок возле матери, схватился и ждет, что она его накормит, она ему скажет хорошо, она ему вытрет сопли и так далее, ходи, я буду таким для тебя, и будь чистосердечным, чисто простым, очень простым. Я надеюсь, что вот эти имена Господни, они помогут нам. Мы сейчас ставим наши ноги, не хочу задерживать нас, потому что у нас еще есть о чем поговорить, хочу, чтобы мое желание, такое слово, когда говорят, хочу, как будто руководитель партии, знаете, нет, мое желание, чтобы мы углублялись в имена Господня, чтобы эта мозаика о Его имени и применение этого имени, оно давало нам откровение, что Господь есть Бог любящий, Бог сильный, всемогущий, он Эл-Шадай, и помните, да, что у евреев есть некоторые привычки такие, да, визуальные привычки, мезуза, да, мы делаем твилейн, у нас есть, даже тут, когда мы говорим Шма-Израэль, первая буква, шель, говорит о том, куда, единственный только путь, да, мы это делаем, давайте не забывать об этом, Эл-Шадай, Бог всемогущий, или Бог, который, которого достаточно во всем в моей жизни, немножко хлеба, масла и колбасы, да, это достаточно, потому что Библия об этом говорит, что я не видел праведника, либо его наследника, которые бы стояли с протянутой рукой, он заботится о нас, когда мы чисто сердечно приходим к нему, ходим пред ним, исполняем наши обещания, поверьте, он всегда рядом, он всегда здесь, он всегда хочет помочь тебе, и то время, когда у нас было поклонение, я сильно много переживал в себе, и я понимаю, что только он мог меня утешить, дать мне надежду, дать какое-то чувство, все должно быть хорошо, и поднимая к нему наши руки, еще раз споем 62-й псалом, пускай это апостол наше будет молитва к нему, амин, для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, эл-шаддай, это не идол, изваянный человеком в их воображении, это реальная личность, и его другого нету, он не замена понятий, он всемогущий Бог, и он обещает и исполняет, может быть, это нужно 24 года ждать, ходи предо мною, будь чистосердечным, амин, аллилуйя, Боже, ты, Бог мой, тебя отрань сарей ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, дай мне видеть твою славу, твою силу, вечный Бог, Боже, ты, Бог мой, тебя отрани ищу я, помоги мне, тебя жаждет душа моя, по тебе схватиться, стоять рядом как малое дитя, только Авраам, возможно, мы смотрим наши обстоятельства и думаем, кто вообще это может сложить для кучи, вечный Бог, никакой надежды, но ты, ты святый и нет другого имени, эл-шадай, всемогущий, сильный Бог, о, святые, святый Бог, святый Бог, святый Господи, все нужны, возможно, здесь написано то, что разбито, не склеить, не собрать безнадежно ушедший в вечность, святый Бог, всемогущий, влюбляемся в тебя вновь и вновь, Дух Святой Ишуа, а твое имя превыше всех остальных имен, мы придем к этому имени, имя, на которое можно положиться, как Иоанн вложил свою голову в утешение так и нам Господь дай положить наши все мысли, наши все тревоги на тебя, Эл-Шедай, зная, что ты ответишь на все эти нужды, возможно, не сейчас, тогда завтра, если не завтра, то через неделю, но надеешься тебя не постыдиться, открывайся нам, Бог всемогущий, Эл-Шедай, как люблю я, как люблю я, твое исцеление, тебя люблю я, твое ответ, твое примирение и покаяние, чува и восстановление, милость твоя, лучше чем жить, устам мои, прославят тебя, ох, милость твоя, лучше чем жить, устам мои, прославят тебя, милость твоя, лучше чем жить, устам мои, прославят тебя, аминь.